МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иероглиф гао, высокий, богатый, красавец. Иероглиф гао, высокий, может выступать как в роли имени прилагательного, так и имени существительного. Его значение – высокий, большое расстояние по вертикали. Может обозначать высоту объектов, а также высокий уровень определенных абстрактных понятий. Например, шэн гао – рост. Као лоу – многоэтажный дом. Хи вэн гао – высокая температура. Тиэн диа гао – высокие взгляды. Иероглиф фу – богатый, зачастую выступает в роли имени прилагательного. Указывает на богатство, то есть имеет противоположное значение к слову «бедный». Этот иероглиф часто используется в таких словах, как фу-йоу – богатый. Фу-ю – состоятельный. Иероглиф шуэ – красивый, обычно выступает в роли имени прилагательного. Указывает на то, что человек, предмет или явление выглядит органично, естественно и красиво. Можно сказать «шэ гао сяо хо цэ чан да шуэ». Этот парень довольно привлекательный. «шэ гао у та тун зо шуай дзила». Это движение ушу очень эффектное. Имя прилагательное «хао фу шуэ» образовано при помощи сочетания указанных выше трех иероглифов. Обозначает высокого, богатого, красивого мужчину. Это слово описывает мужчину с идеальной фигурой, зарплатой и внешностью. Такой мужчина обладает определенным преимуществом в вопросах любви и бракосочетания. Давайте посмотрим следующую историю, чтобы еще лучше понять значение слова «као фу шуэ» – высокий, богатый, красавец. «као фу шуэ» «као фу шуэ» «као фу шуэ» «пта» «а бухния хо» Субтитры создавал DimaTorzok 怎么了 小乌龟出问题了 没事 我看看 是有一点打蔫啊 是不是病了 难道真的病了 怎么办 没事 交给我吧 我有一个朋友刚从美国回来 开了一家宠物医院 我估计啊 他能治 我现在又去 快去快回 现在 你不上班了 不就扣奖金吗 反正也没多少 不然 还是下班再说吧 我今天正好外拍 你放心 不碍事的 那 拜托了 小琪 你能答应我一个条件吗 这只小乌龟在你身边养了这么久 是不是有别的原因啊 还能有什么原因 一看你就是一个不会撒谎的女孩 如果你想治好她的话 拿你的故事来换吧 算了 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 这么晚了 你还不回去啊 搞什么 这不明天就是选题会了吗 这不明天就是选题会了吗 虽说齐头而鼓励说 大家都可以提交选题 可我这毕竟是第一次参加 这一周以来 我已经想了五个选题了 可想来想去 她就觉得不够抓人 我妈给我安排的相亲都没时间去 我可是牺牲了 跟高副帅一点钟情的时间来工作的 你绝对要成功 不成功 不变成了 哪个高副帅会去参加相亲的了 就得了 不过今天晚上我倒是有场约会 据说是白富美 白富白 明天上战报啊 这不是小琪吗 从来没见她跟谁约会过 原来已经有男朋友了 经典咖啡馆 消费可不低 这位男士一定是个高副帅 小琪加油 我就不当电灯泡了 来 柳途 有上海人吗 给我推荐几个北京好吃的上海菜呗 你怎么画着烟熏妆就来了 你这个样子 可是找不到男朋友的了 还不是为了齐头布置的选题 不过也算没有白忙一场 总算落着了个高副帅 怎么 你也交了个高副帅啊 哪儿啊 我是说我要用高副帅做这次的选题 对了 您刚才说也找到一个 是什么意思啊 我啊 昨天晚上在外面溜弯的时候 路过了经典咖啡馆 看见郑小琪坐在咖啡馆里 和一位高大的男士正在喝咖啡 经典咖啡馆消费可不低呢 真的吗 我想去那儿好久了 那儿到底有多贵啊 两个人吃一顿 不会要上千块吧 吃不完能打包吗 菜单不会是英文的吧 看不懂可就丢人了 你是唐僧啊 拜托 说重点好不好 经典咖啡馆消费那么高 而且 我看郑小琪和那位男士 相谈圣欢 也不知道 有没有什么问题啊 对了 你昨天不是跟白凤美去相亲了吗 战况如何 跟我们说说呗 别提了 这坐着还行 这一站起来吧 她才对我这里 在她面前啊 我都快说高富帅了 没想到 原来你也有变身高富帅的一天啊 原来我以为 这个后边富帅两个字 是可以靠后天修养 这个高可就没办法了 原来还可以这样啊 这白富美 这三样倒都不缺 可就是 你提到这个白富美 我觉得咱们的郑小琪 就是真正的白富美 你看她现在找了一个高富帅做男朋友 多好呀 是吧孙良 对了 说说咱们小琪姐吧 怎么回事啊 就是昨天晚上 这马上就要到上班时间了 郑小琪怎么还没来啊 不想要这个月的奖金了 齐头您别打岔嘛 这不是正听莉莉姐说小琪姐的事吗 毕竟这女人干得好啊 不如嫁得好 你这意思是说 这个月的奖金你也不要了 齐头 我这次选交的选题 不就是高富帅嘛 所以我们这也是在讨论工作 不是在八卦 而且齐头现在还没有到点呢 我们这是加班 您应该发我们奖金 不扣你们这个月奖金就不错了 不过你刚才说 想把高富帅作为这次的题目 我觉得这倒是个不错的题材 每一个年代都有不同的爱情观 要让我们的读者明白 什么是当下正确的爱情观 就这么定了 这周就以此为题 雪儿啊 你把刚才的提纲再捋顺一下 写个策划方案给我 您采用了 奖励是什么 发奖金吗 A4值 奖励你二十页 到点了 上班了 小琪来了 莉莉姐好 听说你昨天跟高富帅约会去了 怎么这么晚啊 昨天晚上什么情况 小琪姐 那个高富帅是谁啊 莉莉姐可都看见了 你们都知道了 这年头这是什么秘密都没有 这年头这是什么秘密都没有 那是我爸 那是我爸 嗨 这白不美啊 坑了我 你爹的背景 又坑了莉莉姐 老爸就好 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 我妈 我妈 昨天 给我 你凑得说 这个声聰明 В качестве примера посмотрите этот диалог. Я хочу быть в семье. Но это просто. Нет, я не видел ее с ним. Я не верю в ее парню. Их было бы в семье. Очень часто. Покупается. В сентябре, он должен быть от него. Я не верю в себя, я не верю в себя. В его парню, я вижу. Я верю в себя. Я верю в себя. Появление таких слов, как «гао-фу-шуай» — «высокий, богатый красавец» и «пай-фу-мэй» — «белолицая, богатая красотка» — отобразила взгляды определенной части молодежи в вопросе выбора для себя спутника жизни. Эти слова также имеют некий иронический оттенок, отображая большую популярность высоких, мужественных, красивых мужчин среди женского пола. Но ведь высокий рост и привлекательная наружность сами по себе не являются гарантией счастья. Уважаемые девушки, если вы встретили «гао-фу-шуай» — «высокого, богатого красавца», то не надо смотреть только на его внешний вид, каким бы он не был бы ослепительным, при этом игнорируя особенности его внутреннего мира. На этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. С вами был Вадим. Смотрите интересные истории и учите популярную лексику. До встречи в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова